Ну что, господа, что-то вы стали замерзать в городе Магнитогорске? Я лично в своей квартире замерзаю уже 10 лет подряд. То есть я ее купил в 2004 году, и вот каждый божий год я замерзаю. Потому что 10 лет назад треск теплофикации сделал такой своеобразный косметический ремонт. То есть он там поставил регулятор хода. А какой он регулятор хода? Сейчас объясню. То есть он должен мне сказать, что в моей квартире должно быть всего 18 градусов. Если честно, я был бы в Ленинском районе крайне не согласен с таким положением дел. Потому что, вы представляете, было достаточно давно, в 1991 году, когда я приходил к деду Сереже, а он жил в коммуналке. Коммунальная квартира была, знаете где? Прямо рядышком с ЦУМом. То есть нормальная пятиэтажка. И я к нему заходил, и там была жарень невозможная. Жарень. Представляете? Да, я также в Ленинском районе живу. Что находится за моей спиной? За моей спиной находится магнитогорский металлургический каменат. ТЭЦ. Оно также прекрасно работает, вы его видите. То есть проблема в чем заключается? Как вам уже сказал глава города, проблема с нами и с вами с треском теплофикации. Я вообще толком не понимаю, за что я плачу эти бешеные средства. Потому что мне в действительности очень холодно. У меня в поле приходится включать батареи электрические. И в итоге сумма, которую я проплачиваю за свою трехкомнатную квартиру, это 8,5 тысяч рублей. Представляете? То есть у меня пенсия не такая же большая, на 11 тысяч. 8 тысяч рублей. Это вообще о чем мы говорим? И вот в итоге этот год был тоже такой жесткий и холодный. Естественно, он таким должен быть. Я бы хотел и вам, и себе, и в том числе рассказать. Давайте вот так сделаем. Потому как я не хочу за это дело вообще никаким образом платить. За что платить, если зимой я в своем доме мерзну? То бишь, сейчас объясню. У каждого есть, естественно, сотовый телефон. В 90% случаев на этом телефоне есть замечательная камера. Возьмите, пожалуйста, господа, обыкновенный градусник. И пройдите по своей замечательной и уже холодной теперь уже квартире. Потому что, ну ладно бы я еще жил нормально. У моей мамы тоже треск типофикация, что-то там сделал. У тещи моей в Ленинском районе. Всегда что-то было жарень. Тоже что-то сделала, она начинает мерзнуть. То есть, тут два варианта. Либо взломать этот подвал. Ну там, где вентиле находится. И чуть-чуть приподнять. Потому что, ну это всегда все делается. Либо, либо в конце концов, давайте толпой напишем заявление, что, ребят, из треста теплофикации мы нормальные люди. Если у вас кто-то не платит, так вы идите к ним. У них внутри ограничивайте это дело. Причем тут наши нормальные люди, которые реально платят. Я это не понимаю. Я это не понимаю. Может быть поймете и вы. Я думаю, что и вы тоже не поймете. Суд. Суд дело полезное. Я судился с банками, всегда и отсуживал, потому что суды у нас классные. И они в действительности покажут, что, извините, подвиньтесь, трест теплофикации. Давайте все-таки либо поднимем температуры в домах для проживания, чтобы там было, ну, как минимум 23 градуса. Либо вы не будете столько платить. Другого варианта я и не вижу.